Продолжение следует... 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 И смотрите, Кришна, Он всего лишь две пригоршни этого риса, да. Но посмотрите, сколько Он получил. Также Шила Бхакти, да, это Мадова Гасай Махарач. Я читал его, я читал его статью. Например, если Вы приезжаете на Парикрова, Вы должны привезти хотя бы овощи какие-то. И кто-то приехал на Парикрова, на Картику, и в конце Картики все давали пожертвования Гуру Деву, понимаете? Но у него не было ничего, чтобы дать пожертвования. И в общем-то, один человек, он начал плакать. И во все гуру, братья, гуру и сестры, они что-то давали ему. Он увидел его, позвал. И из своего кармана он дал ему две рупии. И он сказал, вот это пожертвование Ты дашь мне сейчас. Гуру Дев своими руками дал ему эти две рупии и сказал, Ты сейчас мне дашь. То есть, он увидел то, что он хочет дать пожертвования. Он отдал этого жертвованию Махараджу, и потом Махараджа... Итак, Гуру Дев отдал ему обратно эти две рупии и сказал, Заберись домой. И также он дал слависти, учишься Прасад. И вот этот Прасад он привез из Мадхури. И потом у него очень наладился бизнес. Ну, я так поняла, потом он смог уже нормально жертвовать Гуру Деву. Итак, вы... Кришне, Гуру и доктору, если вы идете, вы не должны никогда идти с пустыми руками. Вы должны что-то принести. Итак, мы слышали о славе Гадыше. И вы никогда не должны останавливаться следовать Гадыше. Я напомню вам об этом. История Рукмангата и Дхармандата. Поднимите руки, кто слышал эту историю. Поднимите очень высоко руки. Те, кто... Ну, если я вам начинаю рассказывать, возможно, вы вспомните. Потому что обычно в Гадыше мы слушаем эту историю о Рукмангате и Дхармангате. И так жил очень религиозный, благочестивый царь, которого звали Рукмангат. На самом деле, это история из Пуран. История из Шастра. Рукмангат был очень религиозным. История из Гадыше. И однажды царь встретил Валкирию Реши, Великого Святого. Обычно святые не знают прошлое, настоящее будущее. И вот этот момент царь спросил Валкирию Реши, «О, царь, скажи мне, пожалуйста, какую карму я совершал в прошлой жизни?» Царь спросил, «О, святой, пожалуйста, Валкирию Реши, в соответствии с сезоном жарко, замечательное земледелие, все хорошо в нашем царстве, нет преступников, пожалуйста, расскажи, какую пуня карму я совершал в предыдущей жизни, что все жители моего царства так счастливы?» И тогда Валкирия Реши сказал, «Послушай, царь, ты делал какой-то благоприятный...» На самом деле, в прошлой жизни ты не делал ничего благоприятного, а ты был великим грешником, ты ходил к проституткам, ты был большим злодеем. И, услышав это, царь подумал, «Да как же я смог стать царем?» Тогда Валкирия Реши ответил, «О, царь, я расскажу тебе твою предыдущую жизнь своим трансцендентным видением, я вижу, что происходило в твоей предыдущей жизни». Святые, они Трикология, они знают прошлое и настоящее будущее, у них есть третий глаз. Сколько у нас глаз? Только два глаза. Но возвышенные святые, у них три глаза. То есть у них третий глаз открытый, и они видят то, чего они видят обычные люди. И Валкирия Реши сказал, «В предыдущей жизни ты был большим злодеем, ты ходил к проституткам, воровал, делал много пакостей. Как же я могу стать царем?» Потому что в шастре говорится, обрести хорошего сына можно только лишь, если в предыдущей жизни мы совершали благочестивую деятельность. И у вас будет хорошая жена тоже, которая будет хорошо убирать в доме, и она будет подметать пол вместо того, чтобы этим деньгам отхаживать мужа. И если вы совершали аскезы, вы можете обрести царство. Вы не можете просто обрести царство. Если вы делали какие-то хорошие поступки в предыдущей жизни, тогда вы можете обрести деньги. Человек может инвестировать эти деньги. Бывает так, что люди очень тяжело трудятся, но они ничего не могут заработать. Господь им все создает. Один человек, он получает всевозможную вкусную пищу, полные тарелки. А другой человек вообще ничего не получает. Даже не может свой желудок наполнить. из-за вот этой кармы в предыдущих жизнях. Мы обвиняем других, но на самом деле мы получаем все в соответствии с нашей предыдущей кармой. На все возвращается. Результаты и плоды ваших действий, они бегут за вами. Так же, как лошадь, которая постоянно бежит за вами. Вы пришли, например, у вас появляется муж, жена в соответствии с теми действиями, которые вы совершали в предыдущих жизнях. И Кришна говорит, у тебя есть право совершать карму, а я буду давать, а я раздаю плоды. Кришна говорит, у тебя есть право совершать карму, но кто даст тебе плоды, я тебе дам. Итак, когда вся карма будет уничтожена? Когда вы передадетесь к говенде. Понимаете? Если вы передадетесь к говенде, то вся ваша карма будет уничтожена. Итак, я продолжаю историю. Итак, Валкирия Вище сказал царю, Махарач, послушай о своей предыдущей жизни. Это очень важно. Слушай внимательно, откройте, открой свои уши, слушай внимательно. И так Валкирия Вище сказал, о царь, о твоей предыдущей жизни. Ты выпивал и незаконно общался с женщинами. Ты постоянно ходил в бордели, но кое-что поразительное случилось. Однажды твоя женщина, у нее поднялась температура, и она уже вот-вот должна была умереть. Из-за того, что ты очень был привязан к ней, ты ничего не ел. И она также в этот день ничего не ела. Но это был день Икадыши. Ты не знал об этом. Оба вы не знали, что это был день Икадыши. И они неосознанно провели нержалые Икадыши, без капельки воды даже. И в этот день она умерла. Итак, эта проститутка, сейчас она стала твоей женой, твоей царицей. И неосознанно ты и твоя жена, они проследовали Икадыши даже без капли воды. И сейчас она стала твоей женой, религиозной царицей. А позднее что произошло? Ты так сильно страдал в разлуке с ней. Очень скучал по ней, постоянно не думал. И практически ничего не ел. И на следующей Икадыши ты также целый день ты ничего не пил, не ел, и также оставил свое тело. И именно из-за этого ты стал царем. Посмотрите, какова слава Икадыши. Если кто-то просто следует Икадыши, осознанно или нет? Сколько плодов получает такой человек? И слушая об этом, этот царь, Рукмангат, он исполнился огромного энтузиазма. Оооо, просто неосознанно, следуя Икадыши, получил такой плод. Я неосознанно выдержал Ниржал Икадыши. И Рукмангат, он провоспросил на все свое царство. Все, все в моем царстве должны следовать Икадыши. А те, кто не будет этого делать, то я их выгоню из царства. И за день Декадыши, то есть в Дашаме Титхе, в те времена не было никаких микрофонов. Приносили они, в общем, услуги царя. Они стучали в барабаны. Там какой-то колокольчик, какие-то инструменты. То есть там звонят, какой-то колокольчик. Сейчас наука сделала так, что появилось много там громкоговорителей и так далее. Итак, вот эти вот слуги царя, они шли на большие дороги, трубили, везде стучали вот в эти барабанчики и кричали «Завтра Икадыши!» все должны поститься на Икадышу. И вы не можете есть рис, пшеницу и так далее, то есть зерного повода. А те, кто не будут следовать Икадыша в Рате, то их выгонят из царства или также смертельную казнь устроят. И поэтому все стали следовать Икадыша. Итак, царство стало так прекрасно прогрессировать, столько денег появилось, и все жители стали такими счастливыми. И даже если какое-то несчастье есть в вашем доме, если вы следуете Икадышу, то все несчастья уйдут. Это так. Даже если кто-то вот-вот должен умереть, но все еще не оставляет тела, он страдает. Вы можете посадить ему плод своего Икадыша, взять в воду Ганге Туласи, листик и семечко сезама, этого, кунжута, и произнести «Я держал, я даю плод своего Икадыша ради этого человека, и человек, который очень страдает от какой-то болезни на смертном мандре, то такой человек, он очень быстро и легко оставляет тело». Такова слава Икадыша. Это так. Депа Айрик Казах Сабрил Барг Мая Дург Куре Акша Ниран Саб Чаппат Калья Итак, Майя приобрела форму молодой женщины и очутилась в лесу. На самом деле, цари раньше ходили на охоту, для того, чтобы найти скрывающихся преступников. И поэтому цари, они на самом деле отправлялись на охоту, чтобы поймать вот этих вот скрывающихся преступников. Итак, царь, он был, однажды этот царь Рукмангат, он отправился на охоту и забрался очень далеко. и там еще более дремучий лес начался. И потом он видел одну девушку, это была олицетворенная Майя, и она перестала в облике очень красивой девушки, и она там сидела в лесу и плакала. И царь спросил ее, кто ты? Она сказала, мои родители выгнали меня из дома. Почему они это сделали? Ну, в общем, у меня проблемная карта астрологическая. И в моем гороскопе говорится, что если я выйду замуж за какого-то человека, он умрет. Поэтому никто не хочет выходить за меня замуж, точнее, ой, извиняюсь, брать меня в жены. и я пришла сюда, чтобы покончить с собой. А царь сказал, не волнуйся, я возьму тебя в жены, потому что эта девушка была очень красивой. Итак, этот царь Рокмангат, он в этом же лицу провел свадьбу, как у Ганхаровов, то есть обмен гирляндами. Но в тот момент вот эта девушка сказала, я могу выйти за тебя только при одном условии. Если ты ничего не будешь говорить против моих желаний, все, что я захочу, ты должен выполнять. Это называется уперство женщин. Как это называется? Стрихат. Это уперство женщин. Я не могу об этом говорить, гурдогур. старшая царица, она встретила молодую царевну, царицу, очень тепло. и однажды настал день дашами, то есть день перед икадаши, и слуги царя, они начали очень громко стучать барабаны, трубить повсюду и кричать, завтра будет икадаши. все должны следовать икадаши, а те, кто не будет следовать, этих людей выгонят из царства. И эта молодая царица, она услышала об этом, и она спросила, что? Что за икадаши такой? Не буду ничего такого делать. Не буду никакому икадаши следовать. икадаши я буду есть даже те продукты, которые обычно запрещены. Эти новости дошли до слуха царя, и он сказал, ой, царица, если ты не будешь следовать икадаши, тогда никто в царстве не будет следовать. Они скажут, Махараш, даже твоя юная царица, она не следует. Какая-то машина какая-то следует. Ададвинать, чтобы выехать. Итак, царь Махарач Рукмангат сказал, ты должен следовать икадаши. Она сказала, она подкупила браманов, которые сказали, ой, на самом деле, это для Бабаджи. Никто не должен следовать икадаши. И юной девушке в особенности не должны следовать. Например, некоторые люди говорят, ой, не касайся стоп-саду. О, ты юная девочка, ты не должна касаться стоп-саду. Шастра говорится, что просто получив даршан-саду, ты обретаешь Бхагавана. Поэтому люди говорят, не касайся стоп-саду. На самом деле, если вы коснете стоп-саду, то все ваши грехи будут уничтожены. На самом деле, все это создает майя. Все вот эти вот ложные какие-то концепции. Итак, эта новая царица, она подкупила браманов. И те браманы начали говорить, да, да, женщины не должны следовать икадаши. В особенности, юные девушки, молоденькие, для них вообще в особенности не следует, не нужно. Кто должен следовать икадаши? Те, кто стар, или какие-то там баба, джетаричоны? Потому что в саду ничего нет. Что им делать? Каждый день они только едят и спят. Это вот они должны проститься, не нормальные люди. Саду должны следовать икадаши. Понимаете? Но грехаски вы ни в коем случае не должны следовать икадаши, говорила эта царица или эти браманы подкупленные. у меня все в садах все так говорится. В садах наоборот говорится, что нужно набивать живот. Но царь сказал, «Царица, нет!» Святой Валкировича писал мне славу Икадыша, что в предыдущей жизни я просто неосознанно последовал. Икадыша, какой плод я обрел? Но царица сказала, «В день Икадыша я буду яйца есть, я буду пить алкоголь, буду есть мясо». Некоторые люди так говорят. Таким образом, вот здесь столько дурных концепций. И в конце царица сказала, «Я буду следовать Икадыша только лишь при одном условии. Ты, Рухмангат, и твоя жена, царица, должны принести меч и твой сын Дхармандгат. В общем, эта молодая царица сказала, «Я буду следовать Икадыша при одном условии, если ты, царь, и твоя старшая царица с улыбками на лицах отрубите ее голову, отпилите тупой пилой голову своего сына. Иначе я никогда, ни в коем случае не буду следовать Икадыша». Икадыша и царица сказала, «Хорошо, пусть наш сын умрет, но, как это сказать, но самое главное, чтобы все следует...» И даже сын царя Дхармандгат согласился, он сказал, «Да, да, хорошо, мы должны это сделать». Итак, собралось огромное собрание, и вот если бы нужно было просто топором, например, отрубить, то это очень быстро было бы, но пилой, ну, не тупой пилой, а вот именно пилой, то это очень медленно будет. И туда пришли даже Брамаджи, Шиваджи. Итак, Дхармандгат, он возлег на эту плаху, с одной стороны стал царь, с другой царицей, только они занесли эту пилу, в этом месте пристал Господь Вишну и сказал, «Махарадж, не нужно этого делать». А молодая царица, она предложила поклоны Вишну издалека, и она сказала то, что, «Царь, я на самом деле пришла тебя проверить, я являюсь Майей». Насколько это поразительно. Каково учение этой истории? Я просто вкратце рассказала эту историю. В любом случае, в любом положении, мы никогда не должны оставлять следование икадыше, обед икадыше. Хорошо, как я сказал утром. Вы можете принимать икадышный просад. Например, фруктики. Да, вы можете кушать в икадыше. Вы можете набить полностью, да, горло, ну, как бы, желудок икадычным просадом, и потом танцевать вместе с преданными, воспевая святые имена. Итак, такова слава икадыше. Все должны исследовать икадыше. Акадыше – это напрямую. Бхагавататва – это сам Господь. Это обиженность в акте сварупине, сакшаты кадыше, титхе. Это энергия Господа. Также есть одна история демона. Он поклонялся Господу Шивой. И Шива благословил его. Шива – это простой человек. Если дать Господу Шиве просто предложить ему водичку ганги, листик бела, Шива, он тут же будет удовлетворен вами. Шиве очень легко угодить, поэтому многие поклоняются ему, предлагая водичку, поливая его водичкой. Просто предложите один листик бела. Шиве. Симки в басхангюм гуде. Оскорбление. Ну, кто же поклоняется Шиве? Кто? Демоны поклоняются Шиве. Ну, в основном. Конечно, да, некоторые преданы тоже. Не все демоны. Не все они демоны. Ну, в основном. Не поймите неправильно. О, Махарачи поклоняются Шиве. Неужели я демон? Понимаете? Итак, однажды Шиве поклонялся демон по имени Мура. И Мура спросил, кто лучший из всех богов? И что я сказал? Вишну. И демон Мура, он сказал тогда, пусть, тогда даже Господь Вишну, пусть Господь Вишну не убьет меня. И тогда этот демон, он высокомленно засмеялся. Ой, что, неужели, если Господь Вишну не сможет убить меня, тогда кто же убьет меня? Высший из богов – это Вишну. Поэтому, если даже Вишну не сможет меня убить, значит, и все остальные не смогут. И таким образом этот демон подумал, о, теперь я стал бессмертным. Никто меня не может убить. И этот демон начал всех терроризировать. Потому что такова природа демонов. В Гите, в Бхагатгите Кришна говорит, есть два вида людей, живых существ в этом мире. И та же шлока есть и в Падмапуране. В этом мире есть два вида людей. Те, кто в настроении полубогов, это преданные. А те, кто в вознеположенном, это демоны. И так этот Мура Дайда начал всех беспокоить. И все пытались спастись от него. Но кто мог спасти их? Даже Брама и Шива разбежались. И все полубоги взмолились в Боговане Вишну. И Боговане Вишну подумал, «Шива – это мой великий преданый. Кто является лучшим преданным Господа? Моего имени, там нет, вашего тоже лучший, самый лучший преданный, это Господь Шива. Шива – это лучший из всех полубогов. Шива – это высочайший из всех преданных. И, о, мой великий преданый, он дал кому-то благословение, поэтому я должен удовлетворить, подтвердить это благословение». И как Бхагаван Вишну начал сражаться с этим демоном Мурой, но специально Вишну, он не поддавался ему, как бы. Бхагаван Вишну своей головой очень сильно его убил, ну, то есть, откинул. Если бы Господь Вишну заходил, он бы за секунду его убил, но для того, чтобы защитить это благословение Вишну, он не убивал его. Он просто его ударил, ударил несколько раз, и потом стал убегать от него. А, извиняюсь. И, в общем, Вишну избивал этого демона, тот его откидывал, а потом он опять возвращался. И в итоге Бхагаван Вишну вошел в пещеру и начал там, прилег там отдохнуть. Он погрузился в Йога-Нидру, внутри пещеры одной горы. Этот Мурадвайта, он подумал, «О, это самое лучшее время, чтобы напасть и убить Вишну». И в этот самый момент, когда этот Мурадвайта, Мурадвайта, он подбежал, чтобы атаковать Господа. Конечно, Господь Вишну все знает, но просто специально он так прозволялся, что спит. Через некоторое время Бхагаван Вишну очнулся, и он увидел, что тело этого демона было разрезано на куски. Его голова в одной стороне лежала, на части его тела в другой. Бхагаван увидел это, и он подумал, «Кто же убил его?» И также на некотором расстоянии он увидел очень красивую юную девушку около 12 лет. Она была необычайно прекрасна. В шастрах это описывается. И она стояла со сложными ладонями, и она возносила молитвы в Бхагавана Вишну. И она спросила, «Кто убил этого демона Мурадвайта?» «Бхагаван, я убил его. Но кто ты? Я изошла из тебя. Я изошла из твоего тела. Я увидела, что ты привел в йога-нидри, ты отдыхал, а этот Мурадвайта пытался напасть на тебя, и поэтому я проявилась из твоего тела, и я убила его». Тогда Бхагаван Вишну сказал, «О, проси благословения, ты сделала то, что я не смог сделать, потому что, как уже было сказано, Шива, он благословил этого демона, что даже Вишна не может убить его. Но Шахти Вишна защитила его. И Вишна сказал, «Ты сделала то, что даже я не смог сделать. Если ты хочешь дать мне какое-то благословение, я хочу, чтобы люди не поклонились так же, как они поклоняются тебе». Еще одна машина там, какую-то нужно отодвинуть, потому что автобус должен заехать. История, человек забыл свой телефон, и потом проверял. В общем, что-то не переводят. Какая-то веселая и смешная история, видимо. Есть люди, которые даже номер своей машины не помнят. Итак, Вишна его согласил, «Теперь я называю тебя Экадаши, Экадаши Титхи». И как поклоняется Бхагавану, так же поклоняется и Экадаши Деви. Таким образом, Экадаши Титхи – это мать преданная, как появится в этом Кирдане. Он еще в Активном Такуре, еще добавил кота. Экадаши Титхи – это мать преданная, преданность. Ее также называют Харивасара Титхи. У него множество имен. Экадаши Титхи – это мать преданная, также Харивасара Титхи – это мать преданная, поститься и также находиться рядом с Господом. «О, Махараджи, я следую Нирджала, но я не слушаю Харикатку». Поэтому такая ваша эскиза, она бесполезная. Вы можете… Что вы думаете, обезьяны тоже достигли Господа? То, что они только на фруктах сидят? Например, если только есть фрукты, что можно благодаря этому достичь Господа? Нет, сколько обезьянов в Риндаване. И говорится, если пить коровье молоко, это хорошо для вашего разума. Вы станете умным, но не пейте молоко буйвола. Но те, кто пьет буйволенное молоко, они могут расстроиться, вы должны только коровье молоко пить. Но если это правильно, то, что от коровья молока человек станет умным, но это значит, что теленок, который целый год пьет молоко в Масере, он что-то такой умный становится? Нет, как был глупеньким, так и остался. Поэтому, что нужно делать? Лисен Харикатан. Это шутка была. Итак, Харикатан означает находиться рядом с Бхагаваном, и какой самый лучший способ находиться рядом с Господом, слушать Харикатху. Мой Гурдев приводил пример. Очень прекрасный. Какое самое близкое служение, самое ближайшее служение Господу, это Прасада Сейда. Почему? Потому что Махапрасад неотлично от Господа. Прасад Господа неотлично от Него. Принимая Махапрасад от Господа, вы очень близко с Ним находитесь. Ну, сегодня можно принимать фруктики. Кушайте сегодня меньше, но мы всегда, ну, мы в Акадыше кушаем много. Обычно говорят, что в Акадыше нужно немножко кушать, но вы вообще много обычно едите. Итак, вы должны служить Махапрасаду. Не есть его. Мой Гурдев говорил, не воспевайте святыми на, служите святым именам. Это язык ващнах. Ващнах вы таковы. Не воспевайте святым именам. Не повторяйте святым именам. Вы служите святым именам. Намасева. Когда вы воспеваете святым именам, вы должны говорить, я служу святым именам. Не ешьте Прасад. Вы должны служить Махапрасаду. Итак, язык ващнах, он иной. Но люди не понимают этого, что Бахтестан Царасвати Праппад в Мадрасе в одном зале он давал лекцию на протяжении целого часа. И там присутствовали даже другие. Это описывается в биографии Праппады. И через час Бахтестан Царасвати Праппад спросил, Вы поняли, что я понял? Не, мы не поняли ничего. Почему? Мы никогда этого не слушали. Как, например, я говорю, не повторяйте святым именам. Служите святым именам. Люди не понимают, что значит служить святым именам. Не ешьте Махапрасаду. Вы должны служить Прасаду. Даже великие бандиты не могут понять этого. Ну, мы едим эту еду. Нет, вы должны слушать Махапрасаду. И слова в Гауде-Вашнау, в Гауде-Вашну-Визе есть свои особые термины. Сегодня я утром сказал, какая тенденция служения у матерей. А, помните, я хотел у Мадиди спросить. Однажды у Мадиди спросил, в Гауде-Вашну-Вамнагаса, Махараджа. Города, я в Брамачаре так много тебя слушаю. Они готовят тебе, они массируют твои стопы и не стирают твою одежду. Но я женщина. Я не могу так служить. Потому что таковы правила шастер. Только лишь слушать Харикатху, повторять святым именам, принимать Махапрасаду. Поэтому Мадиди сказала, пожалуйста, благослови меня, что в следующей жизни я родилась как Брахмана. Потому что у женщин есть естественная склонность к служению. Как женщина служит в доме? Попробуйте сравнить, сколько служений она выполняет. Это правда. И в духовном мире также можно видеть, сколько выполняет служение Гопи. Поэтому Кришна очень доволен им всегда. Посмотрите, Гопи они готовят. Они жареные вещи готовят. Что Кришне понравится, когда что-то очень вкусное ему предложить, угощения какие-то. И у женщин, у них это заложено уже в сердце. У женщины, мужчины нет, ну, может быть, несколько мужчин не знают, как хорошо готовить. Я не могу сказать, что все мужчины плохо готовят, но у женщин это естественная тенденция. Пуджи Диде. Двое детей, мальчик Кешева и девочка Гауранге. И когда они подрастут, Кешева скажет своим младшим системам, принеси мне стакан воды. Но младшая частенка никогда не скажет, «О, братик, принеси мне воды». естественно, вы можете это видеть. Потому что, естественно, у женщин есть эта тенденция к служению, а мужчин этого нет. Иногда, конечно, есть некоторые исключения, но в основном это так. И вот тенденция служения в Гопи такая высокая. Они постоянно радуют Богована. Богована всегда удовлетворен им. Почему? Потому что они так много служат. У них есть эта тенденция к служению. Как они служат? Как порадовать Богована, если вы будете ему служить? Если больше вы служите, Богован больше доволен. Я предлагаю поклоны всем матерям. Пожалуйста, будьте милостью ко мне. Сегодня утром, что я сказал? Какое значение саньянс мантры? Достижение Гопи-бабы. Городав говорил, мы повторяем мантры для чего? Чтобы какую баву достичь? Гопи-баву. Но без женского тела невозможно Господу хорошо служить, потому что лучшее служение Господу в женском теле. Не поймите неправильно, понимаете, все в позитивном ключе. Итак, лучшее служение Господу, оно именно в женском теле, то есть, когда у вас есть Гопи-бава. И помните эту историю с Ягья-патни? Мой город очень часто рассказывал эту историю о женах браманов, которые проводили жертвоприношения. Эти Ягья-патни, эти браманы, чтобы получить счастье на Сваргалоке, на райских планетах, они проводили жертвоприношения. И когда мальчики-пастушки перешли попросить у них еды, браманы прогнали их. И потом Кришна что сказал? Идите к женам, к женам этих браманов. 22 глава, кажется, это 10-й Писни Шимадбхагу там писывает. И когда они пришли и сказали, о, Кришна Баларама находится в седу. Эти жены брахманов, они забрали всю еду, которая была предназначена для Вишны Буджи, и все они принесли в это место Ашокбатика, где находились Кришна и Баларама, где они пасли коров со своими друзьями. Посмотрите, насколько это прекрасно. И Свямбхагу направлял милость на этих жен брахманов. Тысячи примеров можно приводить. Итак, это тенденция служения женщин так высока. Конечно, есть женщины такие, как Шурпанака, то есть, это, конечно, не ко всем женщинам относится. Чем больше страна превозносит женщин, тем более эта страна будет религиозной. Конечно, это не значит, что женщины должны вам на голову сесть. Я не говорю об этом. Я имею в виду, что нужно выразить им почтение. Дай, 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 Сминави! Дай, еще набердэ вики, дай.